Привет! Все началось с того, что однажды мы купили нашу машину мультивэн. И на самом деле это было самое крутое решение, которое мы когда-либо принимали. Мы проехали на этой машине огромнейшее количество километров, несколько стран. И на самом деле это наш маленький мини такой домик на колесах, ведь в теплое время мы живем в этой машине. У нас на все оборудование есть кухонный модуль, газ, вода, бак, бокс, постель, ну и так далее и тому подобное. В общем, все для жизни. И пришло время делать полный апгрейд. И на самом деле это не маленькие суммы, я уже видел один чек с этой суммой и просто офигел. Но мне очень понравился вот этот комментарий из нашего телеграм-канала. И поэтому приступаем к полному апгрейду нашей машины. Погнали! Вчера было классное завершение дня. Пришли вот эти вот смски. И я такой, ееееееее. Надо идти утром в сервис, смотреть, что там разбирается, что делается. Вот, собственно, топаю. У нас вот крутая погода. Всю ночь такой ливень поливал. Но сейчас тепло 20 градусов. Как погода у вас, пишите в комментариях. Вот смотрите, сегодня 17 мая. И вот только вчера, 16 мая вечером, сняли двигатель. Напомню, что машину загнал я 8 мая. Обещали за полторы недели все сделать. Ну, как видите, как есть. Вообще там подключилась и управляющая. Начала мне там рассказывать кучу всего там проблем в сервисе, какие и так далее и тому подобное. В итоге пригласили там двух других мотористов соседнего сервиса. Но это ее сервисы. И они, собственно, наконец-то скинули движок. И кто-то из вас, кто впервые попал на наш канал, спросит, а зачем вообще делать полный апгрейд? Зачем вообще снимать это все? В общем, на самом деле просто были причины. И очень важно посмотреть первый выпуск, ребятки. Там была вводная часть вообще, почему так произошло, как мы загоняли машину и с чем вообще столкнулись. Ну, а если вкратце, то у машины было первое. Это незначительная эмульсия. Масложор 900 грамм на 1000 километров, что на самом деле достаточно много. А после зимней стоянки стал уходить в незначительных порциях антифриза, но это тоже плохо. Ну и были газы в системе охлаждения. После диагностики вердит пробитая прокладка. Но как обычно бывает, пришел накачать колесо и пошло-поехало. Это поменять, это достать, это вскрыть. Поэтому, учитывая, что меняем голову, снимаем движок, значит делаем полный апгрейд. Вышли только одна. Понятно. Три настоянные месяца. А их когда-нибудь вынимали в форсунке? А я даже не знаю. Вот так это выглядит. Ту-ру. Не откручиваются форсунки. Одна выкрутилась, три не хотят. Но будут пробовать. Сказали, все получится. Будет как новый. Все замоется, отмоется. Стартер на диагностику, коробка на диагностику. Вот так вот. Компрессор Кандия висит. Ну его тоже снимут, увезут. Рейка висит, с рейкой все хорошо. С тормозами все хорошо. Хорошие и колодки. Ну я Т-шки ставил. Здесь все нормально. Вопросы только, конечно, здесь. Говорят, надо промыть будет и бак. И полностью систему, раз форсунки будем отвозить. Эх, сколько она здесь еще пробудет, никому пока неизвестно. Вот эта подушка тоже под замену. Прям в месте, где Volkswagen порвалась. Вторая подушка я уже показывал. Тоже ей кирдык. Турбинка. Турбинку, кстати, тоже отвезут. Посмотрят. Ну вроде. Ну вроде вот, видите, масло тут вот. Ну это как бы вообще допустимая история. Еще, кстати, по крышке клапанов тоже. Есть такой нюанс, что она пластиковая. И вот сейчас будут когда срывать форсунки, есть вариант, что она может лопнуть. Так как она пластиковая. И тогда я еще попаду на эту крышку. Что, конечно, не хотелось бы. Заехал брат мультивен Т6-1. Посыпалась подвеска. Вот так вот хожу, гуляю, тошню, там над душой стою. Хочу дождаться момента, когда они уже скинут, значит, форсунки и начнут разбирать башку. Ну вот прям хочу максимально присутствовать, чтобы было понятно и так и интереснее, да, чтобы максимально была передаваемая картинка, да. Я, в принципе, как и предполагал, что они берут просто машины, которые закатываются к ним и переключаются на них. Где-то вот ждут, пока там размочатся эти форсунки. Разные, в общем, ситуации. Ну, в общем, ладно, я жду. Подошел к ней, говорю, что давайте, наверное, пока они занимаются вот что-то другими машинами, залейте форсунки уксусом. Пока пусть откисают, пока они занимаются. Но в итоге, смотрю, процесс пошел. Сходили, купили уксус. Сейчас должны заливать. Ну, как-то надо правильно, наверное, время использовать. Залили уксусом. Пусть стоят, отмокают. Ух, какие запахи, а! Прям уксусная копель началась. Форсунки вытащились. Супер. Своим ходом, как говорится, состояние. Что же, нас можно поздравить. Отлично. Я там, видите, немножко поковырял руки все этой автомобильной грязи. Можно поздравлять. Форсунки вышли. На самом деле, прям сэкономил сразу тысяч 8-10. Потому что вот здесь вызывать мастера и специальным каким-то там прибором их выкручивать, гидравликой, что ли, то это стоит дополнительно денег. Супер, что не лопнула крышка такая на пластиковые. Это тоже очень хорошо. Вот. Сейчас побежал на обед. Пообедаю. И приду снова в сервис. Потому что там уже осталось, в принципе, что... Клапанную снимаем. И уже откручиваем этот. Хочется посмотреть состояние еще блока, поршней. Вот. Это все тоже будет видно, но чуть попозже. Даже сегодня вот так вот целый день провожу в сервисе. Я на самом деле безумно рад, что я это делаю. У меня прямо сейчас настроение поднялось. Я вижу форсунки, вижу в коммунист состоянии. Я понимаю, что все будет... Что-то будет новое, что-то будет почти как новое, да, как после ремонта. И, блин, машина действительно будет вообще по-другому себя вести. И мы будем еще более увереннее на ней ездить, на самые различные расстояния. В общем, супер, супер. Так, друзья мои, прямо сейчас вот тут вот на столе за моей рукой стоит наша новая обновочка. Но перед тем, как ее распаковать и показать, нужна предыстория. Кто за нами давно наблюдают, точно знает, какие мы кофеманы. Мы каждое утро, обязательно, где бы мы ни находились, мы любим взять чашечку кофе, выйти на балкончик, каким-нибудь красивым видом попить кофеек. Так реально было всегда. Кофе мы еще заболели, когда работали в ресторанных бизнесах. Я так вообще к этим Борисам проработал достаточно количество времени в различных компаниях. В общем, кофе мы очень любим. И когда-то очень-очень давно у нас появилась кофемашина. И мы ее с собой везде таскали в путешествиях, прям в машине. Она начала наш путь путешественников, такая кофемашина-путешественник. Еще тогда, когда у нас был первый раз переезд на Красную Поляну. Если вы помните, 22-й год, когда мы переезжали из Краснодара, мы загрузили все наши вещи, которые мы зажили за нашу совместную жизнь. Мы загрузили в газельку и отправили в Москву, в гараж. Но, к сожалению, машина не доехала, попала в аварию, все наши вещи были уничтожены. В общем, кофемашин у нас не стало. И после этого нас выручали только всякие турки и кафешки. Ну и вот, наконец-то, ребятки, у нас снова есть кофемашина от бренда Абберхоп. Давайте скорее распакуем и затестим ее. В комплекте мерная ложка для насыпания кофе, два фильтра, сам рожок и, естественно, кофемашина. Посмотрите, как она выглядит красиво. Здесь есть манометр, включить-выключить, одна чашка, две чашки, пар. Порсунка, при помощи которой пенится молоко, объем 1 литр. Есть функция подогрева чашек, это очень круто. Сам корпус сделан из нержавеющей стали. Первое, что сделаем в этой новой кофемашине, приготовим капучино. Очень интересно, как работает вот эта вот форсунка. У меня еще есть питчер, поэтому сейчас сюда наполним молоко, забьем кофе. В общем, давайте посмотрим. Ну, как нас учили проверять, вот так вот, крема офигенные. Далее переводим на форсунку и ждем, пока давление наберется. Немножко отстукиваем и пробуем. Ну, с первого раза не совсем получилось, конечно. Настенка, пробуй. Это должно было быть сердечко. Да, размазано. А так, как она, конечно, она не будет. Да не, надо немножко тренироваться просто. У меня рука отвыкла вообще. Не, а мне нравится, нормально. Ну, пробуй, как и филор. Ребятки, где заказывать эту кофемашину, как обычно, традиционно, оставим ссылочку в описании. Переходите, смотрите, там, кстати, у них не только кофемашины. Нам нужна была именно кофемашина, потому что у нас цель эту кофемашину увезти в Турцию, в нашу новую квартиру. Потому что техника в Турции дорогая, здесь ценники хорошие. С нами будет путешествовать. И потом доедет до новой квартиры. Вот наш новый друг. Напоследок решил приготовить латте. Ну, красота. Как тебе, Тём? Прикольно. Это что, молочный коктейль? Нет, это латте. Так, так, так. Подарочки берем с собой. И выдвигаемся. Это будет пятерка. Бронируем машину. Всё, 6 минут бесплатная броня. У нас осталось 9 минут. Где? Погнали! Да. Вот как же офигенно в Москве. Зашел в приложение, взял машину, поехал. Стоит это, по сути, копейки. Я даже вчера смотрел каршеринг на месяц, если арендовать. Новая машина, прям шикардос. Автомат. Будет стоить 40 тысяч на месяц. Вот представьте, если вот в Турцию завести каршеринги и всё это сделать. Вот почему в Турции нет каршеринга? Это было бы просто невероятно, потому что вообще цена аренды, вот, например, в Турции, это 1000 долларов на месяц. Единственное, что бесит в каршеринге, это искать эти машины, потому что вот я одну забронировал, мы все дружно туда пошли, а в итоге она по карте стоит где-то вот за вот этим вот забором, и абсолютно непонятно, где её искать. Я в итоге нафиг отказался, и иду искать уже другую машину, какую-то Шкоду Рапид, что ли, я забронил. Где-то вот тут должна уже стоять. Я поставил от точки до точки тариф, и у той машины китайцы какой-то черри, что ли, 1100, а у Рапида 800 рублей. Получается даже должно быть выгоднее, но не знаю, как по факту, я вообще 100 лет. Последний раз мы на каршеринге ездили, когда покупали нашу машину мультивэн, сколько там, 2,5-3 года назад. Ой, я думал, это она, а в итоге понял, что это такси. Короче, где-то вот они стоят, по-моему, вот это вот, делимобиль, да, по-моему, вот это наше. Ну здесь что нужно, сверить номера, С841КК, наша, вот так вот кнопкой, да, вдруг тут не знает, прям чикс, открыть машину. Ну, все, без чикс, машина открылась, классно, да? Хоп, правда грязная, ну да ладно. 6 минут дается на осмотр, на фиксацию всего. По салону, конечно, ну трындец, как грязная, ушатанная машина, ну я в принципе уже это сказал. Ладно, все, после того, как все проверили, нажимаем, поехали, пробуем завести. Все, завелась, еду забирать своих. Ну все, мы выехали, едем, как говорится, отличные нам дороги. Вообще, на самом деле, лично вот от себя рекомендация, если бронируете машины, бронируете вот прям новые марки, новые модели. А сейчас, по-моему, такие у нас играются китайцы, потому что это уже к сотне подходит. И учитывая, что она по всем людям проходится, ушатанная, вон насенка возмущается, воняет куревом. Поэтому лучше, конечно, новых. Мы тогда, помню, брали, когда свою покупали, мы ехали прям на новой Kia Rio, там у нее 4000 пробегов было, ну прям новая. Вот, а этого уже все, скоро умрет. Мы приехали, друзья, наши стоят уже вот на Калифорнии. Так, быстренько заворачиваем. Сколько здесь вот этих машин, это, конечно, очень здорово. И нам нужно местечко припарковаться. Так, припарковались, нажимаем к завершению. Здесь часто эвакуируют машины, перепаркуюсь. Нет, у меня здесь все нормально. Парковка разрешена. Чикс. Не забудьте свои вещи. Сделать фото. Ну вот, смотрите, 870 рублей. Вообще красота. Так, закрыть. Надеюсь, я завершил. Здорово. Мироба. Нашал сэн. Эй. 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 Все, а ты постригся. Все? Привет. 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 Все, дарите подарки. Раздаривайте. Так, это вам. Носить будете по очереди и пить будете по очереди. У нас просто это. Заходь. Быстро переодевайся. Так, все, заходим. Нормально здесь. Так, ну, добро пожаловать. Мы купили билеты, нам обошлись они в 600 рублей. Мы второй раз в жизни за три года воспользовались удостоверением многодетности. Представляете, мы просто им реально не пользуемся. И вчера вход бы нам был вообще полностью бесплатный, а сегодня вот с такой скидкой. Поэтому сколько стоит, я на самом деле не знаю. Получаете лайфхак, пристраиваешься просто к экскурсоводу и слушаешь. Мы сделаем парочку небольших остановок. Конечно, что там. Да, да. Здесь есть бесплатный аудиогид, надо просто навести телефон, скачать и все. И ходишь и слушаешь. Во, мамонт. Вот, конечно, классная витрина. Вон она, рыба, которую мы тогда, помнишь, на Самунии спасали. Погуля, а вот эти вот памшные окошки, которые со Шри-Ланки мыли. Да. Реально словно на Шри-Ланке оказался, правда, там они живые еще лежат и их готовят. А здесь уже сухие. Но... Размер на вкус и гигантки. Офигенно, моллюска, прикинь, моллюска. Северный Кахказ, река Белая. В Белой реке, кстати, вот мы ее вылетали. Это же Адыгея. Да. Река Белая. Да. Нифига себе. Да, ну... Вот, это такие большие, представляешь? Адыгея. Дошли до самого интересного, где вот останки динозавров. Скелеты эстеменозуха. Господи, такое сложное название. Вот такие вот представлены скелеты. Как же прогулка без обеда? Ребята, давайте. У кого корзина будет дешевле, тот и выиграл. Тот и оплачивает. Ну вот и все. Пока сказали. Бежим снова брать машину. Надеюсь, бронь не светит. Она стоит через дорогу в соседнем дворе. Надеюсь, сейчас получится. И будет нормальная тачка, а не как сюда. Так, ну вот, отлично. Не знаю, что за машина. Какая-то джета. Ну, по крайней мере, свежая. Так, 138. Да, наша. Сейчас быстро открываем. Да, Мирошка? Да. Так, смотрите. Видите, как открыть машину. Шик. О, все, открылось. Мирошка, запрыгивай. Сынок, запрыгивай скорее. Ну вот, я понимаю. Так, все, выдвигаемся. Вот такой салон. Прикольный, большой дисплей. Правда, я не знаю, здесь все в грязи. Как будто бы... Жесть вообще. Как будто здесь кровь какая-то. Смотрите, какой ужас вообще. Просто жесть. И почему-то удивляет меня, что все прокурено. Ключ, кстати, как в мультивене. Слушайте, ну вот реально даже ручки, как у нас на машине, стоят. Вот эта штука как на поло стояла. И вот эта вот парковка, как на Вольксвагене, Гольфе, вот мы ездили. Вот они, конечно, подрезали все вот это вот у Вольксвагена. Но тачка, конечно, говно. Потому что сидушки люто неудобные. Вообще. Вот прям и задним пассажирам Настенка. Причем первое пожаловалось. Я решил это промолчать. В этом думаю, да, подтверждаю. Ну а шумоизоляция, мне кажется, в Жигули получше будет. Здесь прям вот как в самолете прям. Ну сами слушайте. Капец. Да. Что за машина хоть напишите мне в комментариях. И сколько такие вообще стоят. Обратно мы доехали вообще за 690 рублей. В общем, каршеринг это очень удобно и очень бюджетно. Решил сейчас доехать на самокате. Попробуем, протестим. Но все получилось. Газуем, газуем, едем. 10 минут, 180 рублей. Я на месте. Я боюсь, что проблема с башкой со мной не будет. Ну ничего не будет. А ну-ка. Давай. Это мои распредвалы. Это помпа, я так понимаю. Ремень ГРМ. Но это все менялось. Дроссель. Да. Уж. Ну говорят, что надо точить. У нее получается около полмиллиона пробег. Ну только сейчас получается будем капиталить. Неплохо. Турбина снята. Ее тоже отвозят в диагностику. Голову уже отложили. И все. Сейчас будем разбирать. Уже парни поедят. Будем разбирать полностью вот этот отсек. Вынимать поршни. Ну и чуть позже покажу, что и как. Обед закончился. Начали разбор. Ну вот, наверное, минут 30, час все разберут. И уже покажу вам поршни. Сам посмотрю, в ком у меня состояние. Ну, короче, я сегодня в любом случае вот прям здесь до победного. Пока не отвезут, как оно называется-то. Короче, все на диагностику. Вот серьезно обожаю свои машины. Потому что они всегда живут в правде. Всегда прозрачная история. Я не к тому, что мы сейчас продадим этот мультивен после того, как сделаем. Нет. А просто потом, когда-то человек будет ее брать. У него будет вся история. Причем не просто там рассказал, показал. А именно на бумажках, да еще и в видео. Машины, которые у нас были, мы продавали их нашим зрителям. Но они до сих пор нам благодарны, потому что это самые честные машины на всем, блин, пространстве. Самые прозрачные. Вот так вот. И мультивен будет такой же. И вы сами сейчас видите, как он появился у нас. Какие проблемы всегда были. Какие вылазили. Как мы что чинили. Там в той же Армении. Как бы это было бы или в Турции. И сейчас, как вот здесь вот по итогу вообще втухаем на капиталку. Ну, все, что делается, все к лучшему. Процесс идет. Теплообменник сняли. Здесь сняли все патрубки. И с этой стороны уже все видели. Сейчас, наверное, уже отстегивается стартер. Коробка. И остается блок. Теплообменник вот. Сижу и думаю. Хорошо, что не загнал тогда по осени в тот первый автосервис. И вот сейчас в этот первый автосервис. Потому что, когда мне говорили про теплообменник, они мне сразу говорили, надо скидывать двигатель. Потому что теплообменник типа сзади стоит. А он стоит спереди. Все болты открутили уже. Остался только вот снизу. Для этого ставим сейчас установку. Будем откручивать. Вот на такую штуку. Сейчас будем подвешивать. Осталось открутить два болта. Вот этот и один с той стороны. Отсоединились. Маховик отстегнули. Проверили его. Он живой. Но, в принципе, на него нареканий не было вообще никаких. Это очень хорошо, потому что он стоит 1070, наверное. Соответственно, тоже сэкономил получается. Так, ну и коробка. Да, такой здоровый был, да? А сейчас такой маленький. Вообще. Приступаем к самому тревожному. Попаду ли я на поршни или только на кольца? Двигаемся, сняли поддон, слили масло. Эмульсии нету. Ну, а вот та самая причина такого большого масложора. Так, поснимали датчик коленвала. Вот эту крышку сняли. Оно нас тут все закрывало. Сейчас будем приступать дальше. В общем, вот так вот получается. Капиталка прям подробно все показываю. Здорово. До коленвала добрались. Будем откручивать вот эти. Так, думал насчет вот этого вот насоса масляного. Менять, не менять его. Еще я так удивился, что здесь коленвал с QR-кодом. Представляете? Смотрите. QR-код. Вкладыши просели. Остались на коленвалу. Мы их так достали. Значит, колено надо точить. Здесь снялся, да? Да, здесь вот все. Здесь снялся. Выходит первое кольцо. Опа. Колечко лопнуло. Здесь снялся. Следующий. Снялся. Последний. Мы достали коленвалу. Вот распределили. Вот он сам. Ауди. Уже закат. Мне она говорит, тебе надо, говорит, рабочий день зафиксировать. А говорю, но потом, говорит, механиком не хочешь быть. Или случайный механик. Ой, да. Все. На отдых. Теперь ждем результаты всех диагностик. Все агрегаты отвозят по разным организациям. Делают диагностики. Ну и, собственно, будет вердикт уже, что по деньгам. И официально уже, что по срокам. Продолжение следует. Продолжение следует...